Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В Анапе климат прекрасный. Будет чувствовать себя замечательно. Большие возможности для больших достижений. Строительство тренировочных баз в Анапе к чемпионату мира продолжается. На полях уже появился зеленый газон. Каждый знает, что это зло, что это преступление. Преступление без наказания. Анапчане присоединились ко всероссийской акции, призывающей законодательно запретить аборты. Ушу-таулу – это вид особой гимнастики. А ушу-сань-да и ушу-сань-шоу – это вид боевого искусства. Чью ушу сильнее? Выясняли юные мастера восточного единоборства на всероссийской спартакиаде учащихся. Анапчанка взошла на пьедестал почета. Обращение анапчан на особый контроль. От внимания главы Анапы не уходят даже те сообщения, которые поступают в официальные аккаунты администрации в социальных сетях. Одно из таких сегодня прозвучало на планерном совещании. Юрий Поляков поставил задачу коммунальщикам отреагировать на сообщение, а ему доложить результат. Трудоемкий и очень затратный процесс – содержание городского хозяйства. Заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова отчитывается. Продолжается строительство велодорожки, ремонт военкомата, благоустройство улиц. Работа по демонтажу и последующие установки дорожных бордюров проведены на улице Ивана Голубца. Эта задача была поставлена по итогам встречи с представителями ТОС. На сегодняшний день демонтировано старый бордюр в 175 погонных метров. Идет сейчас подготовка основания. Отцепка щепли под установку новых дорожных бордюров. Список задач для коммунальщиков пополняется не только по результатам встреч с ТОСами. Массу острых вопросов поднимают анапчане, в том числе в социальных сетях. Одно такое обращение мэр зачитал на планерке. Уважаемый мэр нашего любимого города, мы живем в курортном поселке Витязева. Василий Александрович, летом на нашей улице прокладывали магистральный трубопровод. Было такое? Какая улица? Правильно, Красноармейская. Закопали и на этом все работы закончились. Как людям здесь жить? Дальше никто не интересует. Из дома, чтобы выйти до асфальта, приходится обувь на ноги, полиэтиленовые пакеты одевать. У меня вопрос тогда простой. Проложили трубопровод. Ну кто должен вести эти работы? Или кто хотя бы должен проконтролировать эти работы, чтобы там засыпали эту улицу Красноармейскую? Вот этот вопрос по улице Красноармейской, это уже крик людей. Это крик людей, понимаете? Такой же крик, а вчера жалобы были о Пашевченко. Четыре года не могли решить, вчера кое-как сдвинулись в место. Кураторам санаторно-курортной отрасли тоже есть вопросы. Глава Анапы хочет видеть въездные стеллы обновленными, а проезды к морю, по мнению Юрия Федоровича, должны украшать арки. Начертить эскизы предстоит архитекторам, а начальнику управления по санаторно-курортному комплексу собрать субботник на Симферопольском шоссе. Район Россиянки, туда вот это, море лето или как там, что там творится вообще вот в этом, на этом участке? Там хоть был кто-нибудь? Вы же поедете, посмотрите, палки валяются, ветки валяются, а трава по пояс, а стоит засохшая. Еще раз заостряю внимание, Симферопольское шоссе, въездная группа в город, это вид города, и вы как не слышите, сказал, наведите там порядок, я уже вам говорил один раз. Есть решение для проблемы Бугасской косы, буквально прогремевшее этим летом. Глава Анапы достиг принципиальной договоренности с краевыми властями о выделении участка перед косой под парковку для автомобилей отдыхающих. Реализовать это решение – задача подчиненных. По Бугасской косе я задал вопрос, значит, мне сегодня подготовьте письма с приложением схем, где может располагаться автопарковка, и что мы просим? Порядок нужен на верхней набережной, где в последнее время разгулялись уличные хулиганы. Полицию попросили усилить патрули в районе парк-отеля. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион. На площадках, где будут тренироваться команды-участницы Чемпионата мира по футболу 2018 года, практически завершена укладка газона. Специалисты уверены, что и в Витязево, и в станице Анапской трава прекрасно приживется. Подбором растений занимаются специальные агрономы. Покрытие будет полностью соответствовать стандартам ФИФА, как и сами объекты в целом. Этот газон три года рос в специальном питомнике, который находится в средней полосе России. За это время образуется мощная корневая система, поэтому основа получается плотная, почти как у ковра. Здесь сразу три вида травы. Каждая стремится занять свою нишу. Кроме того, они разные. Одна из них быстро растет для скорейшего восстановления покрытия, другая устойчива к холодам, у третьей выносливые стебли. Набор соответствует мировым стандартам. Укладкой газона и в Витязево-Иванапске занимается специализированная команда. Старший Роман Кузнецов со стажем порядка десяти лет. Он поясняет, что сначала поле необходимо выровнять, затем укладывается щебень, за ним песок. Если газон натуральный, как здесь, то необходим еще слой из смеси песка, земли и торфа. Климат прекрасный, будет чувствовать себя замечательно. Если в центральной части России, ближе к северам, в Волгоградской области, в Омске, в таких городах выживает этот же самый газон. Почему здесь? Здесь климат обалденный для этого дела. Поля оснащены системой полива. Источники воды закрываются кусками дерна. По кругу дренаж. Здесь же, в Витязево, рядом с полем укладывается запасной газон. Примерно на треть футбольного поля. Эта трава необходима для того, чтобы оперативно ликвидировать повреждения здесь, а также в Анапской. Там укладывают последние квадратные метры покрытия. Особенность данного стадиона – в опорных стенах вокруг, чтобы компенсировать перепад высоты. Это уже фактически предгорье Кавказа. Сложности никакой не возникает, просто это технология строительства, она сама подразумевает это. И если не будет этой опорной стены, значит, будут проблемы с самим полем. То есть это замокание при обильных осадках, это, опять же, сдувание, допустим, эрозия. То есть травка будет как бы страдать от этого. Поэтому предусмотрели подпорная стена. Она делает свою работу, выполняет и все. В целом на стройках говорят, что работы ведутся по графику, без сверхурочных дней или часов. Готово порядка 80% коммуникации под воду, электричество и теплоснабжение. Это специальная закладная под 20-метровую мачту освещения. Их будет по 4 на каждый стадион. Видны штифты с гайками, в середине кабель. Естественно, пока без напряжения. В Витязево уже начали возводить каркас административного здания. Там будут раздевалки, душевые, конференц-зал. Сдать стадионы необходимо будет весной будущего года. После того, как закончится чемпионат мира, сооружение передадут спортивным школам города-курорта. Здесь есть достаточно сильные детские команды. Футбольный клуб «Анапа» в Витязево уже обсуждают возрождение местного клуба «Понтас». Александр Ребека, Михаил Григорьев, «Анапа. Регион». В налоговой инспекции напоминают, что до 1 декабря гражданам необходимо заплатить имущественные налоги. Со своей стороны, в ведомстве максимально облегчили процедуру. Большинство жителей города-курорта уже получили квитанции. При необходимости их также можно сформировать и распечатать прямо на месте. Сделать перевод без каких-либо комиссий можно в любом отделении Сбербанка России. Доступны различные формы оплаты через интернет. Впервые с этого года прямо в здании налоговой инспекции действует окно Почты России, где также можно заплатить имущественный налог. С точки зрения оплаты это все-таки удобно. Чтобы налогоплательщикам не ходить, не бегать по банкам, они здесь могут, в принципе, это все дело оплатить. Во избежание начисления пений налогоплательщикам мы рекомендуем оплатить это не позднее 1 декабря. Анапский писатель Сергей Левин представил новую версию книги о приключениях черноморского дельфиненка. Он ходит в школу, познает окружающий мир, пытается наладить контакт с людьми. Обновленный и дополненный сборник сказочных историй появился по инициативе издательства. Специалисты отмечают высокий спрос на современную детскую литературу. Кроме того, книга интересна тем, что большая часть событий происходит в Анапе. Вот такой замечательный форзес. Вот один. И замечательно, что они перекликаются с завершающим книгой. То есть от рассвета к закату. Дельфины и люди. И дельфины как люди. Книгу Антоха Анапский дельфиненок Сергей Левин написал 7 лет назад. Дело происходит в акватории города-курорта. На иллюстрациях анапского художника Ильи Копанева знакомые сцены и пейзажи. Помимо этого, в новом здании дополнительные главы, которые расширяют мир, добавляют актуальные детали. Например, путешествия из Анапы в Олимпийский Сочи. Во-первых, это более зрелый текст, потому что я стал старше, надеюсь, мудрее. Во-вторых, это несколько новых глав, которых не было. Я их написал специально для этого издания. И, наконец, принципиально новое оформление Ильи Копанева, которое он в течение года полтора, наверное, делал. И это совершенно потрясающее по красоте издание. Бесподобно. Сразу скажу, почему. Во-первых, в твердом переплете. Во-вторых, шикарное оформление картинки. Крупный шрифт, что очень удобно детям читать. Ну и сам текст. Во втором издании книга называется «Приключения черноморского дельфиненка». Его зовут Антоха. Он ходит в школу, знакомится и взаимодействует с другими обитателями моря, а также с окружающим миром. Кроме того, дельфины пытаются и небезуспешно наладить контакт с людьми, полагая, что они более разумны, чем видится из воды. Поскольку это сказка, сказка ложь, а в ней намек, добрым молодцам урок. Тут каждый рассказ, составляющий эту книгу, а тут много глав, и каждая из них это отдельная история, законченная. То есть ее можно читать по главам. Каждая история имеет под собой, я не люблю слово мораль, но мораль здесь есть. То есть там вместе с дельфиненком читатель, то есть юный ребенок, он узнает о том, как важно не потерять свое лицо, о том, как важно прийти на помощь человеку. Они здесь приходят на помощь людям, хотя они понимают, у нас к какой опасности идут, потому что очень сильный шторм. И они подставляют спины, вытаскивают водолазов, которые попали в очень непростую ситуацию. По словам Сергея Левина, написать книгу для детей было экспериментом. В результате издательство, с которым сегодня сотрудничает анапский писатель, само вышло с инициативой выпустить ее вторую версию. Одна из идей проекта – создать своеобразный литературный сувенир, который можно будет увезти с собой на память об Анапе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Неделя за жизнь, Михайловские дни. По таким названиям по улицам Анапы прокатился автопробег в поддержку семьи и материнства. Мероприятие прошло в рамках международной акции в защиту жизни нерожденных детей. Таким образом, участники автопробега призывают жителей и гостей курорта не оставаться равнодушными, бороться за жизнь каждого еще нерожденного ребенка. Вот уже несколько лет подряд автопробег «Неделя за жизнь» своей отправной точкой выбирает родильный дом. Именно здесь должна начинаться человеческая жизнь, и никто не вправе ее обрывать, убеждены участники акции. А их здесь десятки. Неравнодушные анапчане выступают за полный запрет абортов в России. Организаторы – активисты Всероссийского общественного движения «За жизнь», приход храма преподобного Серафима Саровского и профилактический центр «Анапа-мама». Много есть мнений по поводу, нужно или не нужно запрещать аборты, но это все разговоры. Каждый знает, что это зло, что это преступление. Преступление против Бога, против России, против детей, которых мы бываем, и против самих себя. Светлана Власова – многодетная мама. В автопробеге принимают участие уже несколько лет подряд. Считают, что именно в детях наше будущее, и оно должно быть светлым. Ежегодно происходит убийство детей от абортов от 3 до 8 миллионов детей. В этом году смертность превысила рождаемость. И мы не знаем, сколько мы потеряли ученых, великих людей, учителей, священников, да и просто замечательных людей. Сколько мы потеряли от абортов. Автопробег проследовал по центральным улицам города и Пионерскому проспекту. На федеральной трассе участники акции остановились у билборда, который призывает не совершать детоубийства. Отец Александр отслужил молебен. За три года более трех тысяч добровольцев в 85 регионах нашей страны собрали 1 миллион 200 тысяч подписей за законодательный запрет абортов и усиление мер поддержки семьи и материнства. 21 ноября сто ящиков с этими подписями были переданы в администрацию президента Российской Федерации. Сейчас эта информация обрабатывается и участники акции надеются, что на самом высоком уровне будут приняты меры по решению этой проблемы. Руслан Душевский, Анапа, регион. Анапчанка Ева Воинова завоевала третье место в соревнованиях по УШУ на Всероссийской восьмой летней спартакиаде учащихся. Тем самым принесла бронзовую медаль в общую копилку сборной команды Краснодарского края. Финал спартакиада проходил в Сочи. К возвращению девушка сразу же вернулась к тренировкам. На одной из них побывали наши корреспонденты. Ева занимается УШУ уже 10 лет. С этим видом боевого искусства познакомил отец. В свои 14 она кандидат в мастера спорта, победитель различных соревнований, теперь еще и призер Всероссийской спартакиады. В ней приняли участие около тысячи школьников из 67 регионов страны. Третье место – достойный результат как для Анапы, так и для Кубани, в сборную которой вошла наша спортсменка. Девушка признается, для нее УШУ – это особая философия. Владение приемами и сложными техниками позволяют развивать ловкость, гибкость и не только. Силу, выносливость, координацию. Также развивается ум, так как мы исполняем комплекс. Я равнялась на Дарью Тарасову, это чемпионка мира по УШУ. Выступала я вообще в Чаньцуань, Дао и Гунь. Дао и Гунь – это оружие, а победила я в Чаньцуань. Это работа без оружия. В УШУ требуется и гибкость, и ловкость, и сила, поэтому тренируется все тело одновременно, так как ногу надо поднимать высоко. И растяжка нужна такая, чтобы и гимнастика, потому что УШУ-Таулу – это вид особой гимнастики. А УШУ-Саньда и УШУ-Саньшоу – это вид боевого искусства, такого, которое уже применяется на подиуме, где они дерутся в перчатках, в кирасах специальных. За каждой победой спортсменки стоят упорные тренировки и опыт профессионального наставника. Александр Воинов обучался УШУ на родине боевого искусства – в Китае. За несколько лет тренер побывал в Пекине, Шанхае и даже буддийском монастыре Шаолине. В Анапе остановился три года назад. За это время сумел увлечь красивым боевым искусством порядка 200 человек. Все они занимаются разными видами УШУ. Причем на тренировки ходит не только молодежь. Что чувствую? Наверное, подъем духовный, наполнение легких воздухом, кислородом. Здесь еще прекрасный пейзаж за окном. Исключительный просто педагог, который нам дает азы и с ним интересно общаться. То есть это и духовное насыщение, и физическое насыщение. По словам тренера, боевое искусство требует полной отдачи, как физической, так и эмоциональной. И здесь всегда есть куда расти. Анапская федерация УШУ регулярно участвует как в краевых, так и во всероссийских соревнованиях, нередко занимая призовые места. Уже через несколько месяцев стартует чемпионат России, куда от города-курорта отправится шесть человек. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В современном мире, когда предложение зачастую превышает спрос, велика возможность приобрести некачественный товар. В период предпраздничных покупок эта тема становится особенно актуальна. В концерне Енисей, приобретая напитки к праздничному столу, вы можете быть уверены в подлинности товара и его качестве. Для того, чтобы избежать попадания на прилавки контрафактной продукции, в Енисей есть специальное оборудование. Детектор акцизных марок, который до подлинного являет подделки и имитации. Процесс занимает не более секунды. До подачи продукции в торговый зал тщательно проверяют подлинность акцизных и специальных федеральных марок. А при покупке каждую бутылку сканируют. В чеке вы обязательно получите QR-код, по которому с помощью приложения на смартфоне можно узнать все данные приобретаемой продукции. Название, магазин, в котором вы совершили покупку, литраж, а также производителя и импортера в случае, если товар был ввезен из-за рубежа. QR-код подтверждает, что вы приобретаете лицензированную продукцию. Поэтому при покупке алкогольных напитков лучше отдать предпочтение тем магазинам, которые отвечают за качество продукции. Выбор в Енисее огромный, без привлечения, напитки со всего света. Один из главных новогодних символов представлен в широком ассортименте, что называется на любой вкус и кошелек. Новинки этого сезона из Италии, Армении, Грузии, а также хорошо знакомые марки из Франции и, конечно, российское шампанское. Кубанских производителей из Абрау-Дюрсо и Геленджика широко представлены и вина Крыма. Большой выбор крепких напитков со всего света и безалкогольные вины производства Германии, которые с каждым годом становятся все популярнее. В предновогодней суете важно не забыть о подарках. Вся продукция в Енисеи в красивом оформлении. Есть и оригинальные идеи, которые обязательно оценят родные и близкие. Сладкие сувениры, конфеты производства Италии, качественная кондитерская продукция из Белоруссии, в том числе ручной работы, хорошо знакомы потребителю российская классика в оригинальных упаковках. Также для вас могут собрать индивидуальный конфетный набор и красиво его оформить, ориентируясь на вкус, пожелания и возможности покупателя. Корзинки разных форм и размеров, а также новогодние презенты. Изысканный подарок станет приятным дополнением к праздничному настроению. Принимаются заказы от организации на детские новогодние наборы от 20 штук и более, стоимостью от 150 рублей. Также концерн Енисеи предлагает более 70 видов чая и кофе. Здесь только в зернах более 50 видов этого напитка, а также растворимый. У нас действует дискотная система скидок, а также в течение года на продукцию цветными ценниками скидка 10%. Концерн Енисеи находится по адресу Анап, улица Астраханская, 75 Г, на пересечении с улицы Владимирской. Часы работы с 9.30 до 18 часов, без перерыва и выходных. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok